Полтора тысячи квадратных метров настоящего творчества. После капитального ремонта в Люберцах торжественно открылся Дом офицеров. Теперь в учреждении есть все для досуга жителей от мала до велика. Это техношкола, школа искусств, танцевальные кружки, театральные и художественные студии, шахматные клубы, даже спортивная секция для пенсионеров. Сенсоры говорят о том, что я полностью функционален и готов к действию. Робота с космическим именем «Меконоид» сами запрограммировали юные люберчане. Воспитанники техношколы занимаются инновационным творчеством. Собирают из конструкторов машинки, квадрокоптеры и даже электронные части тела. Никита Морозов сделал пластмассовую руку. Я решил ее усовершенствовать. Сделал вот такой, типа экзотелет. Это первый самостоятельный центр техношколы, но площадка уже 21 в Люберцах. Курс мы только запустили, поэтому сейчас занимается 60 человек. А центр рассчитан на 600 человек и 7200 детей в год. Мы нацелены на то, чтобы воплощать научные, интересные, творческие проекты, именно техническая направленность в жизни. Новый филиал технической школы будущего в обновленном доме офицеров занимает большую площадь. 700 квадратных метров для полета, фантазии, программирования и развития технических способностей у малышей, студентов и даже взрослых. В других кабинетах тоже сконцентрированы таланты. Это и школа искусств, где дети познают музыкальные инструменты и танцы всевозможных направлений. Научиться рисовать, как великие художники, развить свой интеллект в шахматном клубе и позаниматься спортом, если тебе уже далеко за 50. Капитальный ремонт дал вторую жизнь Дому офицеров, только театральных студий здесь уже три. Ах, Николушка, какие красивые цветы ты мне сегодня утром подарил. Новый исторический этап Дом офицеров открыл благодаря губернаторской программе «Культура Подмосковья». Такой масштабной перезагрузки здесь не было никогда. Его построили еще в 1933-м. Теперь здание как новое. Ремонт удалось сделать в течение двух лет. Я надеюсь, что здесь на самом деле будет очаг культуры. Конечно, цена вопроса такая немаленькая, более 123 миллионов рублей. Мы сообща с областью, есть программа развития культуры в Московской области. Мы в нее вошли и при конкретной поддержке губернатора Андреевича Воробьева общими усилиями, усилиями строителей. Сегодня бывший Дом офицеров – это культурно-просветительский центр, учреждение муниципальное. А это значит, что занять свой досуг можно будет и бесплатно. Часть кружков объекта – социальные. Объект дает очень многое, потому что, вы же знаете, население города Любрица, оно все время растет, и не хватает тут культурных учреждений. Здесь как раз, понимаете, здесь будут самые главные, здесь ориентированы на детей. Пока культурный центр заполнен не до конца, однако уже в ближайшее время здесь планируют открыть исторический музей, небольшой кинотеатр, юго-студию и зону для занятия с настольными играми. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.